...образом, где, что, как. Можно называть это акцией, можно называть ценной бумагой, можно называть бумагой партнерства, можно называть сертификатом партнера, как угодно называйте. Это ваша ценная бумага, подтверждающая, что вы являетесь партнером этого клуба. И эта ценная бумага, ваша номерная, имеет ваш регистрационный номер при регистрации в компанию. Здесь взаимоувязка всех механизмов идет. Поэтому, я сократила презентацию, почему? Потому что очень много можно говорить отдельно. Здесь понятно, кто мы, что мы, от чего мы зарабатываем дивиденды, от чего мы получаем. От работы нашего клубинга, от получения доходности от всех подразделений, по маркетингу, мы будем говорить, по маркетингу, от 5 до 10, от 5 до 15, от 21, в зависимости от инвестиций. Стартовый период любого бизнес-подразделения, серьезного, физического, это в любом случае период, мы прекрасно знаем, но никак не месяц. Полгода и год, и до трех лет, смотря какие цели и задачи, объем направлений, широта, извините, ширина распределения денег по подразделениям, это все широта, хвата целей и задач. Поэтому на сегодняшний момент холдинг замахнулся на очень большой круг интересов, поэтому заблудить механизм не просто. Поэтому очень правильно, что я сказала ранее, очень правильно, и дело обозначено цели и задачи. У нас сейчас 4 подразделения, которые конкретизированы, и которые в ближайшей перспективе, уже недалекая, в этой недельной перспективе, каждый через бэкопис может увидеть и воспользоваться. Поэтому это важно. Итак, для того, чтобы получать откуда-либо, в чем-либо доходы, можно сказать, партнерство в клубе неизбежно. Далее, от чего в ближайшей перспективе, и каким образом мы сможем это получать? Эти инструменты, о которых мы говорили, что у нас есть предоплатная карта дебютовая, это абсолютная реальность. Я привезла, получили первый транш, все уже получили. Следующий визор, сейчас мастер-карт, следующий, заклюшиваю, покажу только твои, Мария. Следующий, который будет, это вот только одного офиса, куда я пришла, покажу количество транш. Это те, кто успели оплатить. Те, кто оплатили вовремя, это мои поездки, кто... И только мастер-карт. Мастер-карт, это тут подписаны все имена, тут подписаны логины, поэтому это важно. Далее, это то, что в реальности на этой неделе получает привязку, и кто работает биткоина, кто имеет возможность выводить биткоины на капиталинке, пожалуйста. Кто хочет выводить на карту, Мария вскрывает чудо-карту, моя тоже еще упакована. Я их все взяла и все привезла. Поэтому эта карта, она имеет возможность просто, учитывая, что мастер-карт в России в том числе работает очень хорошо, банкомат и наличные возможно снимать, и это как раз то, что необходимо каждому из партнеров, чтобы в легальном виде, более воспользовавшись картой, этим инструментом, не волноваться с таким обменником, работать, не думать о курсах, вот здесь привязка, будет четко даны все условия, все лимиты, все скидки, все, что к карте привязано, это мы все получаем, как только механизм привязки, вывода денег конкретно на карту появится на этой неделе. Это номер один. Номер два, мы все имеем с вами некую криптовалюту собственной разработки, одна из них, мы видим, она первая, это Eagle Social Gold Coin, I Gold Social Coin Token, который мы все с вами уже зарегистрировались на Умбрелла, носители, которые разработаны специально, это биржа, это обменник, как хотите называйте, за образец был взят Coinbase, по их пути пошли, и разработка, вот покупка ядра, весьма дорогостоящего, не буду нюансы говорить, но я очень много об этом вопросу рассказывал, покупка ядра серьезная, в общем-то, расходная часть была компании, но дальнейшая доработка и запуск сейчас, приязка адресов и вывод в дальнейшее пользование всех валют, это уже, конечно, программисты наши. Так вот, эта неделя мы знаем объявлено, да, Умбрелла первый шаг, в течение двух недель вывод монеты, и следующая возможность вывода наших денег, наших дивидендов, это наша золотая монета. Почему? Почему в перспективе, целью и задачи компании является максимально переходить на оборот наших iSocial Gold Coins? Почему? Привязка к золоту. То есть, я сейчас подробнее остановлюсь на каждой монете, объяснимая так, вы видите, да, что это та монета, которая, имея под собой реальное абсолютно обоснование драгметаля, мы знаем, да, в феврале этого года, многие читали, слышали, к чему разворачивается финансовый мир, то есть, бумага никому уже не интересна, если банковская верхушка Международного валютного фонда принимает решение за основу расчетов брать опять себестоимость золота, грамма золота, то это о чем-то говорит. У нас вот здесь абсолютное обоснование, подтвержденность, грамм, один грамм, один коин, проверяли, смотрели, многие знают, и знаем, куда, вчера говорили, как раз, когда, где, каким образом посещение, что возможно, ради бога, нам нужны сейчас три месяца, ради бога. И так, как и говорилось, с сентября очень много чего мы получим в возможности в поездках, в достоверных фактах, в реализации каких-то своих наберений в этой области, все это с осени. Но на сегодняшний момент номер один цель – покупка дополнительных машин, разработка дополнительных шурфов, собственной шахты. Почему? Потому что золото, запасы золота позволяют не только обеспечивать коины, которые выходят в оборот, но и половину этих отправляют золото на продажу. Поэтому там много направлений инвестиций, и для каждого, собственно, все виды бизнеса, которые сейчас заводят, это направление инвестиций в укрепление этих бизнес-платформ, которые отвечают четырем монетам. Агрососелдлодкоин – это ауссор, наша платформа, которая занимается учетом производства, распределения, перераспределения продуктов, питания, посредством их учета на блокчейн на сегодняшний момент, на базе Меркосул, электронной платформе взаимоотношений производителей и потребителей, которая уже почти 20 лет, которая объединяет на сегодня одну третью часть мира и обслуживает информационно производителей и потребителей трех четвертей производимой и потребляемой сельскохозяйственной продукции на планете. Это очень большие цифры. Это очень большие цифры. Меркосул. И когда Лена сбросила последнюю статью, Меркосул присоединилась к Евросоюзу, вышла уже в Европу. До этого была Америка, Латинская Америка, Азия, Африка. И на сегодняшний момент, вот последняя информация, к Меркосул присоединился Евросоюз. Это платформа, которая себя зарекомендовала столько лет, удешевлением, сокращением расходной части в производстве, хранении и потреблении продукции, питания. Поэтому это номер один задача. Которые ушли 10 лет. Это ушло 10 лет, но не просто так, совершенно верно. На сегодняшний момент, это ушло 5 лет у Клауди Винерик. На сегодняшний момент Алсур, это уже реальность. Алсур, это платформа, криптографическая платформа, сотрудничающая с Меркосул, для учета оптимизации отношений, то есть сокращения еще больше потери расходов и достоверного хранения информации на блокчейн по производству и поставкам сельскохозяйственной продукции. Наш агрокойн, это носитель этой информации в этой области. Эко-социал-голд-коин, ПЛА, наш любимый, позже о нем скажу. Защита окружающей среды, это не воздух, не слова. Все фильмы, которые можно посмотреть, цифры, которые можно узнать из интернета, наводят ужас на многие. Осталось не так-то много десятилетий для функциональной экосистемы нашей планеты Земля в нормальном режиме. Да уже не в нормальном режиме, но как-то обеспечивать жизнеспособность нас, людей. Поэтому это номер один задачи на планете. Именно поэтому везде и всюду на правительственном уровне сейчас принимаются законы о сокращении загрязнения, переработке средствозаводов, разделении мусора, переработке пластиковых всевозможных носителей. Это все очень важно, поэтому наш эко-коин базируется на этой теме. Немножечко позже я не скажу. Ну и тайм из мани, я уже сказала, мы получаем чип, получаем нашу сим-карту. То есть это уже вот, то есть ближайший, кто начинает двигаться у нас, это тайм из мани. Следом заявил свой 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 голд коин. Это тоже недели, две, три месяц, в любом случае, пока все механизмы заработают. Очень четко Мигел сказал, с 20 по 15 августа привязка самого сервиса тайм из мани. То есть откроется покупка карт уже вот сейчас, я думаю, на этой неделе. И появится возможность в бэк-офисе купить карту, пока они доходят по адресам. С 20 июля по 15 августа тоже привязка сервиса. Это означает о том, что начнем им пользоваться. Ну, я наблюдаю, как пользуется руководство уже, наверное, полгода. Нам давно уже хочется, сколько организовали вопрос, Сандра, вам хорошо, а нам где? Где? И нам тогда как раз объясняли, что они просто клиенты Телпоп. Телпоп – это компания, которая с 2007 года существует в международном роллинге. Это просто клиенты компании Телпоп. Для того, чтобы этот сервис был привязан к нашим ID-партнерам, то есть вот этот механизм необходим был. То есть мы получим уже с символикой ID необходимым для того, чтобы следующий шаг, то есть перечисление салда с карты на карту, вот эта доработка технологическая, которую нужно было довести, как только все готово, ID – символ, мы получаем сервис, мы покупаем. Все, нам объявили это неделя. И, наверное, да, следующий файл, наверное, нужно немножечко сказать о том, что такое умбрелла. У многих немножечко вот этот файл, я специально на нем остановлюсь, у многих немножко смешивается информация, что такое умбрелла, что такое карта. Карта никакого отношения не имеет к умбрелла. Умбрелла – это независимый экченч, независимый обменник, это внешняя биржа, это отдельный носитель, это отдельный сервис, абсолютно отдельный, который будет жить своей жизнью, но в то же время умбрелла – это часть бизнес-платформы нашей компании. То есть мы помним, мы все партнеры, мы все акционеры, мы получаем доход под функционирование всех подразделений бизнес-платформы. Умбрелла – биржа. Год, два, три, сколько понадобится, я не знаю. Сейчас все очень быстро делается. В течение года он уже завоюет свое место на рынке. Поэтому доходность бирж, она всем понятна, не зря они как грибы растут и рождаются, поэтому я думаю, что всем понятно, что это доходная часть нашей бизнес-платформы. Доход от нее – часть составляющая наших дивидендов, получение гадовых дивидендов по нашей акции. Поэтому Убрелла – это отдельный бизнес, это отдельная платформа. Карта наша корпоративная, привязанная к бэк-офису. То есть нам дали возможность, инструмент, выводить биткоины не через посторонние обминники. Можно Убреллу выводить. Кто-то хочет наличные деньги сразу, пожалуйста, карта корпоративная. Переводите через… уж не знаю, какой механизм расскажут, кто у нас будет сейчас на этом этапе, кто будет посредником, обминником, кто будет ту функцию исполнять. Я думаю, в перспективе это будет Убрелла. На сегодняшний момент, конечно, кто-то сторонник, конечно, обменник, который будет давать этот сервис, который в реальном времени уже функционирует. Нам желают, чтобы функционировало. Поэтому карта – это корпоративный инструмент в нашем бэк-офисе, который помогает нам выводить наши деньги в криптозначениях, в реальные фиатные, посредством банкомата. Надеюсь, это понятно. Дальше пойдет. Поэтому действующие компании-партнеры холдинга «Феникс» и стартап-проекты. Почему стартап-проекты? Здесь не все, потому что на сегодняшний момент, вот последние четыре, которые заходят, кто-то уже в области ознакомления, скажем так, на рынке клиентов со своим сервисом, кто-то только в перспективе. Но есть уже проекты, которые присоединились к нам. Микен о них уже говорил, наверное, рано о них говорить. Поэтому скажем о компании. Айди Драйвер – это компания, которая на сегодняшний момент существует только в Бразилии и в Аргентине. Можно сказать, что это стартап для Европы, но тем не менее это компания, которая включает несколько подразделений, бизнес-проектов, запускающихся в наши платформы. Почему? Потому что сотрудничество с производителем электромобилей, с Китаем – это стратегическое намерение нашего президента в свое время открыть это производство. Об этом они даже говорили в Беларуси. Это все то, что, возможно, сейчас даже не будет написано. Это все то, что продолжает функционировать, продолжают компании договоренности, продолжают длиться какие-то согласовательные переговоры по поводу того, чтобы этот вид деятельности перенести в Европу. Потому что электромобили, которые производит на сегодня Китай, которые поставляют для компании Дидрайвер в Бразилию и в Аргентину, они, во-первых, экологически чистые, все знают, для чего эту компанию наш президент начал с сохранения окружающей среды. Плюс, учитывая новизну этого автомобиля и достаточно дорогую цену, в общем-то, не может каждый, кто хотел бы пользоваться таким мобилем, приобрести его. Там целая программа, как привлечь маркетинг-программа, как привлечь пользователей, водителей для использования этих мобилей в сети онлайн-приложений такси, а это онлайн-приложения такси, как их привлечь, потому что есть целая программа скидки, 25% по синдикату установлены для всех пользователей этими приложениями в основной своей массе, минус 6%, до 19% целая программа для привлечения интереса именно к этому такси, ID-драйвер, который на сегодня, ну, я сказала, что уже в двух странах принят, сейчас они вот плавно дают информацию и выходят на более широкий рынок. То есть можно назвать это стартапом для Европы, но действующая компания, действующая уже два года. Много видео, начиная с 15-го, 16-го года, вначале был стартап, с 17-го уже действующий, там много отчетов этих есть в интернете. Экотеч Глобал, банку АБМ, банк АБМ это абсолютно реальный фиатный банк, свой Экотеч Глобал это компания Клауди, которая на сегодня здесь работает, это компания, которая совмещает несколько направлений, это технологическая компания, технологии, интернет-технологии, технологии инновационные, это программисты, грубо говоря, программирование сегодняшних направлений это там. Вы видите, как программирование и криптография, пойдем дальше. То есть на сегодняшний момент четыре, которые выведены в область пользователей, нас с вами, партнеров, это не предел. Компания работает над этим порядком и дальше. Итак, немножечко сейчас Eagle Social Gold Coin, iGold Social Coin, да, холдинг через компанию АСВ владеет золотым месторождением площади 2700 га, это правда. Технологии, оборудованием и обеспечен квалифицированным персоналом для обслуживания добычи золота. То есть на сегодня работает один шурш. Это тоже правда. 8, которые 7 законсервировано, всего 8 биоразведка, которые подтвердила, далеко не все, это вот эти 8 дают запасы золота по биологопрогнозам до 500 тонн. Но это далеко не все шурш, которые, возможно, на такой территории будут в перспективе, видимо, дальше разрабатывать, потому что на все нужны деньги. А золотодобыча это серьезные инвестиции, прежде всего инвестиции, чтобы потом получать серьезный доход. Поэтому эта часть, та, которая рабочая сегодня есть, история этой компании, 72 года. Она вчера родилась, это не стартап. Это Фазенда Бранко, знаменитое месторождение в Бразилии. Три года шли торги по поводу выкупа ее в частные лица, потому что, ну, мы знаем, что происходит в Бразилии. Совсем недавно я имею в виду беседу с некоторыми лидерами. Меня рассказывали о тенденциях последних лет, и особенно последних 4-х лет экономического, ну, скажем так, кризиса, спуска, как мы говорим, в наши 90-е, скажем так. У них ситуация, ну, очень неприятная экономически на сегодня, и выборы опять последние. К сожалению, те, которые, ну, неблагоприятны для развития экономической базы стран. То есть очень много чего в политической и экономической сфере не способствует развитию, поддержанию даже доходных каких-то направлений экономики. То есть они продаются в частные руки. Три года шли торги, ее выкупили в 17-м году. Мы об этом говорим. В 18-м году ее ввели в состав холдинга. На сегодня работает одна шахта золотодобычи, перспективы, то, что я ее сказал. Цель минимально в ближайшее время открыть еще три штуки. Поэтому это он подчеркивает, говорит, и об этом даже не стоит волноваться. Главное, что собственность подтверждали уже. Какое количество людей подтверждали собственность? Это не бумаги. Если просматривать внимательно и читать последнюю страницу, где подписи и свидетельские, скажем так, свидетельства раториальных контор и банки, присутствующие третьими лицами, то это далеко не бразильские банки, это далеко не люди с улиц. То есть все как положено, оформлено в плане юридическом, ну более чем достоверно, более чем прозрачно. Идем дальше. Что касается Аусур платформы. Я уже о нем сказала, не буду много останавливаться. Агрососиал Голл Коин. Это все то, что с помощью, ну биткоин знает, что такое, да, носитель для хранения информации на блокчине. Вот то же самое Агрососиал Голл Коин. Это носитель для хранения информации на блокчине по производству, отношений по производству и потреблению сельскохозяйственной продукции. Это конкретный коин, направленный в конкретное применение, в конкретной области, самое, наверное, необходимое для жизнеобеспечения населения планеты. Дальше идем. Ну и Телпоп, тоже о нем мы уже сказали. Сейчас, получаем, начиная вводиться в действие Телпоп. И следующий шаг, да, мы, почему нужны пользователи, почему нужно 5 тысяч срочно продать, причем по всем, желательно по всем регионам, где представлена компания, для различных национальностей, потому что следующий шаг, и это август, это не за горами, то есть до сентября они торопятся это сделать, чтобы в сентябре объявить о том, что Тайм из Мани является каким носителем всей той информации. Я уже говорила, да, минута разговора, одна момента. Много чего мы получим, информация дополнительная в сентябре, но на сегодня главный шаг – это ввести в действие, подключить партнеров на пользование именно СИМКой Телпоп. А в России-то? Конечно, конечно. Куда без нас. Глобал Стар Клаб – возможности безграничны. СИМКО-ТОРОЙ 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 С